23 августа около половины седьмого вечера близ деревни Куженкино разбился частный реактивный самолет, на борту которого были руководители известной частной военной компании «Вагнер», включая Евгения Пригожина. Все пассажиры и экипаж погибли в этой авиакатастрофе. Подробности и кадры с места ЧП в нашем сюжете. 24 августа. Тверь. Территория морга больницы скорой медицинской помощи. Пеострые ленты оцепления. Сотрудники полиции внимательно следят за тем, чтобы за оцепление не проходили посторонние. Досматривается подъезжающий к моргу транспорт. Именно сюда, на судебно-медицинскую экспертизу, утром 24 августа доставили тела погибших в авиакатастрофе людей. Накануне вечером о том, что у станции Куженкино Балаговского района потерпел крушение частный самолет, знала вся страна. Интерес к катастрофе подогревала информация, что самолет принадлежал ВЧК «Вагнер», а сам Евгений Пригожин находился на борту. В 18.20 23 августа самолет пропал с радаров. Через считанные секунды воздушное судно камнем рухнуло на землю. Обломки разметало на несколько километров по округе. На земле никто из людей не пострадал. А вот те, кто находился в самолете, погибли. Трое членов экипажа и семеро пассажиров. Информация о том, что обнаруженные останки десяти человек, появилась к половине десятого вечера 23 августа. Первыми к месту крушения прибыли сотрудники МЧС. Пожарные расчеты 25-й пожарной части города Балагоя. Позже к ним присоединились огнеборцы расположенных неподалеку населенных пунктов. Было задействовано около 18 единиц техники. Сразу же после сообщения о катастрофе на место выдвинулась следственная группа регионального следственного комитета. По короткой информации от следователей удалось узнать, рухнувшая крылатая техника объята огнем. Одновременно со следователями приехали сотрудники Тверской межрайонной транспортной прокуратуры. ЧП собрало все экстренные службы. Пока пожарные работали по локализации возгорания, сотрудники следствия и прокуратуры тщательно изучали то, что осталось от лайнера. Под утро появится информация, что следствие не исключает ни одну версию, а их уже в первые часы после катастрофы появилось множество. От неисправности самолета до террористического акта. Ночь для тех, кто работал на месте крушения, выдалась непростой. Сильный ливень осложнил задачу следствия. Тем временем при подъезде к населенному пункту Куженкино установлен пост ДПС. К месту аварии посторонних не допускают. Официальных заявлений от представителей региональных силовых структур нет. По факту авиационного происшествия главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. По факту авиационного происшествия в Тверской области главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту 10 человек по предварительным данным погибли. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Несмотря на появившуюся информацию, что тела Евгения Пригожина и его сподвижника Дмитрия Уткина опознаны, говорить наверняка о чем-либо пока еще рано. На многие вопросы ответит судебно-медицинская экспертиза и ряд других, назначенных следствием экспертиз. Работы на месте крушения 24 августа продолжились. У помещения судебно-медицинской экспертизы, куда привезли останки погибших, спокойно. Все под контролем правоохранителей. Неспокойно только в информационном пространстве. Многочисленные источники нагнетают на обывателей ужас и страх, навязывая неподтвержденные пока умозаключения и версии. Случилась трагедия, в причинах которой разбираются профессионалы. Будем ждать их выводы. А пока соболезнуем тем, кто потерял в случившейся катастрофе родных и близких.